Установили шильдик Professional Ну, Professional или не Professional Вскрытие покажет Плюс к этому всему кнопки есть еще защитный режим А давайте с подошвой проверим Давайте сначала на единичке проверим Будем подводить итог Не все, что делает превосходный мастер Сделано превосходно Друзья, всем огромный привет Вы на канале обзор электроинструментов И с вами Николай Дотошный И сегодня у меня на обзоре новинка Это полировальная машина От торговой марки Crown Модель ST13528 Ну и конечно же я ее буду тестировать И разбирать, смотреть что внутри Пробежимся быстро по характеристикам Указанная мощность в полировальной машине 1500 ватт Работать может данная полировка С максимальной оснасткой 180 мм И очень мне нравится, что делает Crown Он всегда на своих упаковках Указывает размеры инструмента Ну а теперь, как всегда, расскажу тем людям Кто покупает в интернете Но и нет возможности поддержать И попользоваться данной полировальной машиной Вес данной полировки с рукоятью И с полировальным диском Составляет 3 килограмма 20 грамм Друзья, и как видите Сама по себе полировка уже идет нового форм-фактора Это новое поколение полировальных машин И как видите, она очень сильно отличается от старого Потому что я когда-то делал обзор на старое поколение Полировальной машины Crown Ну она такая себе была деревянная Длина сетевого кабеля в данной полировке Составляет 3 метра Кабель идет резиновый, гибкий и мягкий Плюс кабель идет брендовый И сечением 2 на 1 миллиметр квадратный Регулятор оборотов расположен прямо на рукояти И когда вы работаете Без каких-либо проблем Вы сможете переключать обороты И сам по себе регулятор имеет огромные ребра Это сделано для того, что если вы работаете в толстой перчатке Вы без проблем сможете переключать этот регулятор Также уже на этой полировке Crown установили шильдик Professional Ну Professional или не Professional вскрытие покажет Также как вы заметили, есть быстрый доступ к щеткам Дополнительная рукоять идет полностью-полностью прорезиненной И плюс это еще рукоять, как видите, антивибрационная Очень понравился этот момент Если вы, например, работаете без рукояти В эти отверстия, чтобы не попадала пыль Есть специальные пробки Друзья, и также, как вы заметили Здесь уже на редукторе стоит специальная пластиковая накладка И имеет специально выгнутую форму Это для того, чтобы было удобно держать рукой И подходить к деталям Плюс эта накладка имеет также специальные ребра Чтобы не скользила рука Чтобы был более удобный хват Также очень понравилось, что кнопка блокировки шпинделя Спрятана почти в литье И с пластиковой накладкой Эту блокировку шпинделя вы вообще никак не зацепите Даже если вот так будете держаться рукой И сама по себе кнопка, друзья, вообще люфтов не имеет ноль Реально от слова ноль Также хочу обратить ваше внимание Что направление воздуха сделано тоже продуманно Оно сделано от оператора Как бы вы ни работали Воздух вам не будет дуть в лицо Также здесь есть отверстие Соответственно, оно дует вниз А вот эти вот отверстия боковые Они дуют вперед И тем самым охлаждают еще редуктор Шпиндель в этой полировке имеет аж целых 40 мм Это очень будет важно некоторым мастерам Комплектуется данная полировка двумя платформами Одна из них идет на липучку И эта платформа жесткая Вторая идет резиновая Эта платформа мягкая-мягкая Для лучшей работы с всякими разными деталями Плюс в комплекте идет еще меховая насадка Которая затягивается вот так на шнурочки Ну и, конечно же, ключ для снятия оснастки Хочу показать, что сама по себе липучка сделана качественная Во-первых, она цельная Не из кусков, как это бывает в дешевых липучках И плюс края этой платформы немножко мягкие Ну что ж, друзья, хорош болтать Давайте я ее подключу к сети И послушаем, как она работает Сначала на первом положении Кстати, работает чисто без каких-либо вообще вибраций Как вы услышали, полировка имеет плавный пуск И мне очень понравилось То кнопкой можно работать без фиксации И также с фиксацией Плюс к этому всему Кнопки есть еще защитный режим Если вы случайно берете полировку в руки Она не включится без предварительного нажатия вот этого язычка Раз и все Так, так, так Всем привет, я ассистент Спасибо, что скучали Сейчас мы посмотрим, какие полировальные машины есть на e-каталог Ох, тут, как всегда, выбор очень огромный И от разных интернет-магазинов Что-то они слишком большие, эти машинки Я думаю, полировать ногти ими нельзя Вверху на странице можно вывести фильтр От дешевых к дорогим И увидеть, почем продают самые дешевые Но если вы профессионал, тогда смотрите на самые дорогие И, как видите, дорогих полировок тоже много И красные, и синие Даже есть зеленые Кстати, справа на странице вы сможете подобрать полировку По разным параметрам А чуть выше подобрать по брендам Вот выбираю Crown И, как видите, все полировки от Crown Для удобства добавляем сравнение Переходим и сравниваем все характеристики Также можно посмотреть конкретную модель Ну что ж, друзья, не скучайте Ссылки на e-каталог Николай оставят в описании Всем пока-пока! Так, давайте проверим полировку на балансировку Просто-просто идеально ровно работает Давайте теперь проверим без пластикового кожуха Вот так вот выглядит полировка без пластикового кожуха Похожа очень на УШМ Но, друзья, сразу скажу, это не УШМ И работать ей нельзя как УШМ Потом объясню почему Давайте еще раз проверим на балансировку без пластикового кожуха Идеально! А давайте с подошвой проверим Многие сейчас напишут, ну уж работаешь с подошвой Давайте с подошвой Друзья, чуть-чуть смещается Но учитывая то, что здесь 180 диск На это вообще можно закрыть глаза и сказать Идеальная просто балансировка Так, друзья, вот колесо для испытаний И сейчас мы проверим с помощью ваттметра Сколько здесь реальной мощности И также проверим, есть ли вообще здесь поддержка оборотов А то на упаковке вообще ничего не указано Давайте сначала на единичке проверим Ну, как видите, поддержка оборотов есть Задавить я не могу И давайте на максимальную мощность Сейчас дам обороты на максимум Ох, как завоняло паленой резиной Ну, друзья, я всем весом ложился Вы сами все видели Резина по резине, это вообще жесть Видите, да? Даже подплавил вот эту резиновую платформу Ну, так работать точно никто не будет Кстати, забыл еще сказать и показать Что это уже имеет две упоры То есть, когда мастер поработал Все, не дожидаясь, пока остановится диск Спокойно положил и все Ну что ж, а теперь поехали разбирать На первый взгляд здесь все выглядит внушительно Металлические щетка-держатели Улиткообразная пружина Друзья, хочу показать, какие здесь внушительные и большие щетки Почему внушительные и большие? Потому что размер их составляет 11 на 7 миллиметров Плюс, как вы увидели, щетки имеют пазы для притирки И плетение проводка в этой щетке также идет косичкой Погнали дальше Друзья, ну что здесь сказать? Передраться здесь ни к чему Сетевой кабель Зафиксированный к корпусу Как видите, есть конденсатор, который гасит помехи на сеть Кнопка идет брендовая, джабин, такие кнопки ставят метабы, макита Плюс, эта кнопка имеет 12 ампер И самое главное, что мне понравилось, что в этой полировке кнопка идет пыль защищенная Видите, здесь стоит резиновый пыльник Так, дальше здесь стоит регулятор оборотов с платой Давайте посмотрим на редуктор Так, друзья, смотрите, на фланце стоит резинка Это сделано для того, если смазка нагревается, чтобы не сочилась Плюс, сами по себе, видите, шестерня ведомая очень-очень толстая Это, естественно, почти всем полировкам Шестерня сама фиксируется на шпонку Но сидит очень плотно Вообще никаких люфтов здесь нет Потому что шпон-паз отлично подогнут под саму шестеренку Шпиндель в корпусе упирается в игольчатый подшипник Как видите, смазки дали достаточно Плюс, видно, везде есть ребра жесткости И сам по себе редуктор также идет толстостенный Сам по себе игольчатый подшипник идет брендовый Пишите, кто стыкался Что это за торговая марка игольчатого подшипника Друзья, видите, и возле игольчатого подшипника Сбоку здесь стоит резиновый демпфер Это сделано вообще для поглощения всех вибраций И вот этот момент реально краун тоже продумали А если вибрации поглощаются Значит, в целом, меньше вырабатывается редуктор И меньше будет вырабатываться вот этот вал Ну что ж, друзья, давайте теперь взглянем на движок Из-за чего весь сырбор Кстати, друзья, и редуктор в этой уши Можно проворачивать и устанавливать на 360 градусов Как вам удобно То есть подойдет под любого мастера и под любые задачи Ну а теперь затаили дыхание И смотрим, что же там внутри Оба-на! Так, сниму диффузор А что тут сказать? Реально годнота Как видите, на якоре есть бандажная нить При оборотах она создает своего рода броню И плюс все это дело Залито очень хорошо компаундом Вот покажу вблизи Видите, все витки залиты Можно отверткой елозить И абсолютно ничего не случится И к этому моменту краун подошли годно Плюс якорь идет полноценный Не пустотелый И также здесь везде-везде есть лак И также верхняя часть якоря Также залита полностью лаком Как вы заметили На якоре стоит магнит Это полноценная константная электроника То есть, друзья, здесь получается полноценная электроника Здесь стоит до чехола Здесь магнит И эта электроника видит, какие обороты в этой полировке Если обороты проседают То электроника, соответственно, их добавляет Плюс также на подшипнике стоит демпферная антивибрационная резинка Резинка идет жестким основанием И подшипник возле коллектора стоит пылезащищенный Под номером 608 И от торговой марки LFK Кстати, и с обратной стороны подшипника Также стоит металлическая проставка Это сделано для того, чтобы этот подшипник минимум-минимум попадало в всякого мусора Так, давайте посмотрим на катушки статора Ну, как видите, здесь тоже претензий нет Витки залиты полностью компаундом И плюс очень большие отверстия между корпусом и катушками статора Это также сделано для полноценного охлаждения Ну что ж, будем подводить итог Друзья, ну как сами видите Эта модель сделана на профессиональном уровне Есть полноценная поддержка оборотов Двигатель также сделан качественно Все залито, все бронировано Плюс очень понравилась пластиковая накладка И также она понравится мастерам Очень также хорошо, что здесь кабель резиновый и гибкий Также понравилось, что в комплекте идет антивибрационная рукоять Но сейчас некоторые мастера напишут, что нет здесь п-образной рукояти Да, здесь нет п-образной рукояти Также пишите в комментариях, нужна эта п-образная рукоять Или не нужна, если в целом есть вот такая накладка Плюс также очень зашло, что в этой полировке есть две платформы Но лично мне здесь не хватает липучки Липучки, чтобы скручивать сетевой кабель Также пишите в комментариях, нужна здесь липучка или нет Соответственно вес, вес здесь тоже небольшой И я смело могу сказать, что эта полировка нового поколения В 100 раз лучше от старой этой полировки, которая у них была И мне не стыдно рекомендовать эту полировку для сложных профессиональных задач Если тебе понравился обзор, обязательно ставь лайк Подпишись на канал, а то пропустишь много чего интересного Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!